Микс Ньюс. Мы знаем. Вы слушаете. Радио Болткома. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Начинаем работать в прямом эфире. Почти половина человечества оказалась изолирована из-за коронавируса. Иными словами, сидят дома, кто-то на карантине, кого-то отправили на удаленку так называемую, то есть работают виртуально, посредством интернета, ну а кто-то, к сожалению, остался без работы. Понятно, что школьники и студенты работают тоже или учатся из дома. Ну и, конечно, пожилые люди, которых мы всячески стараемся именно в эти дни, недели и месяцы коронавируса стараемся уберечь, как самую такую вот уязвимую группу, группу риска, тоже находятся дома. В связи с этим возникает целый ряд проблем психологического и эмоционального свойства. Вот сейчас мы их и обсудим с нашим экспертом на телефонные связи, доктором психологии Аленой Якуб. Добрый день. Здравствуйте. Мы с вами тоже теперь в удаленке общаемся, а не в студии. Здравствуйте. Да, вот добрый день. Вот вирус, конечно, вносит свои коррективы. Вот действительно почти половина человечества оказалась изолирована из-за коронавируса. Каждый такой вот вынужденный, если так можно сказать, домашний арест или карантин переживает по-своему. Кто-то с головой ушел вот в это виртуальное пространство, кто-то, не знаю, книгу читает, ну а кто-то, к сожалению, очень эмоционально воспринимает все эти новости. У кого-то, кто-то уже близок к панике, не случайно аптечные сети признали, что вот наряду с дезинфицирующими средствами и лекарствами от повышенной температуры, люди активно закупают всякие успокоительные травки. Понятно, что в ледовая рьянка идет вход и так далее. То есть каким-то образом пытаются успокоить себя, своих стариков. Вот я знаю, что вы работаете как психолог и как раз с сеньорами, с нашими пожилыми людьми. Может быть, с них и начнем. Вы знаете, ну, во-первых, замечательно, что наша самая старшая часть человечества, точнее, большинство, воспринимает ситуацию всерьез, как в случае большинства населения в Латвии. Это замечательно, потому что игнорировать и обесценивать то, что сейчас происходит на данном этапе, не нужно и не следует. Нужно соблюдать все меры предосторожности, которые нам гарантирует Всемирная организация здравоохранения. Та группа риска, о которой вы говорите, это возраст киньеров, как и все люди, ничем они не отличаются от других людей других возрастов. Единственное, что когда тебе говорят, что ты в группе риска, уже восприятие несколько другое, как говорится, ушки на макушке. Из таких самых распространенных вопросов на сегодняшний день, которые возникают, это вот первое обращение делится так. Первое, это мне тревожно, когда на уровне тремора, то есть обостряются все хронические заболевания, ноги начинают трястись, мысли начинают вокруг ходить такими навязчивыми кругами. Следующее, это мысли крутятся, следовательно, негативные мысли, человек начинает зависать, он тоже становится таким немножко бездейственным. Страшно выходить. Следующее, это страх смерти и оптимисты, которые серьезно воспринимают ситуацию. Но, тем не менее, все эти люди с такими вот стандартными обращениями, те, кому тревожно, тем обязательно нужно предоставить, насколько это возможно, это чувство защищенности. Если тебе тревожно, то почему тебе тревожно? Что тебя тревожит? Информация извне? Если информация извне, то где ты черкаешь эту информацию? Если ты все время смотришь телевизор, новости и со всех источников черпаешь ее, нужна ли тебе такая информация в таком объеме? Знаете, еще классики писали, классик писал, помните, у Булгак вот прекрасная цитата была профессора Преображенского и доктора Бурментали. Не читайте до обеда советских газет. Других же нет, никаких и не читайте. Вот на самом деле всем нам нужно рекомендовать выбрать для себя какой-то один канал новостей и смотреть его, какую-то одну передачу, которой доверяешь, и обращаться только к этой передаче раз здесь. Разбить это время карантина на временные отрезки, по неделю. Тогда время будет казаться не так долго тянуться. Это как Робинзон Крузо на острове, помните, он делал зарубки? Да, это правда. Тут то же самое, можно разбить на календаре, прямо отмечать и сделать тебе задание. Первую неделю я разбираю шкаф, вторую неделю я разбираю кухню, третью я навожу порядок с книжками, четвертую еще что-то, сколько там она протянется, но одним словом быть все время занятым. И обязательно найти в этом времени ресурс. То есть время карантина, в принципе, это ресурсное время. Все же говорят, и директора школ, и все, кто ушли на удаленку, что мы начинаем открывать для себя новые горизонты возможностей и деятельности. Как-то не печально вообще то, что половина человечества осталась без работы, но тем не менее. И старшее поколение тоже ушло в общение в интернет. Создаются группы по интересам, создаются, я знаю, что некоторые сеньоры делают гимнастику по интернету, для них записаны целые курсы они находят. Некоторые рисуют по интернету, общаются между собой. Некоторые занимаются профилактикой когнитивных функций, памятник, внимание, мышление. Некоторые собираются в группы для обсуждения, стали, как ни странно, чаще и больше общаться со своими близкими. То есть, в принципе, если посмотреть на время как ресурсное время, и именно с точки зрения, что я могу для себя извлечь позитивного, то уровень тревоги, в принципе, можно унизить. Многие задают такой вопрос, как страшно выходить на улицу. Вот я один, мне некому помочь, я в группе риска, я боюсь выйти на улицу, я боюсь выйти в магазин, а мне очень нужно. Ну, наши магазины, к счастью, сделали специальные часы посещений для сеньоров. Это с 8 до 10 утра, когда можно самостоятельно посетить магазин, соблюдая все меры предосторожности. В магазинах есть необходимые денефицирующие средства, разметки для соблюдения дистанции в кассе и так далее. То есть, если посмотреть абсолютно спокойно на то, что предлагается, то, в принципе, предлагается достаточно, скажем так, среда, в которой можно позволить тебе находиться. Достаточно безопасная. Следующее – это страх смерти. Вот у меня много таких вопросов, которые были. Я боюсь, что я умру. Вот если рассмотреть этот вопрос, то, знаете, как, ну мы все умрем, правильно? Рано или поздно умрем мы все. Но чего я конкретно боюсь? Почему же я так боюсь смерти? Я к ней не готов. Или я, наоборот, хочу еще пожить. Если я хочу пожить, то что я для этого делаю, дети, сейчас для себя? И когда разворачивается этот вопрос шире, то получается, что само понятие это начинает отступать на задний план. То есть, я для себя, что я сам могу сделать? Несмотря на вот это информационное предостережение, на все вот информационные предостережения. И что на сегодняшний день еще выходит? Это так называемые копинговые реакции. То есть, то, что заставляет нас либо убегать от реальности, либо делать вид, что ее нету, либо вообще замирать. Но самое главное во всем этом включить критичность мышления, посмотреть критично на то, что происходит вокруг. Соотнести это с собой. Как я с этим справляюсь? И обязательно позитивный настрой. Без этого никуда. То есть, посмотреть чуть-чуть, может быть, даже с иронией и с юмором. Да, вот такой вопрос, он относится, наверное, больше к работе, если так можно сказать, с теми, кто предоставляет населению какую-то публичную информацию. Такое ощущение, что они к психологам не обращаются. И есть целый ряд, понятно, должностных лиц. Одни считают, что надо людей обязательно запугать, потому что иначе эффекта не будет, и народ все равно потянется, условно говоря, в магазины, на улицу, в общественный транспорт. Одна категория. Вторая категория считает, чтобы не было паники, надо их умиротворить. Ну, скажи, что все в порядке, там не волнуйтесь, кое-где у нас могут быть какие-то неприятности, но в целом мы победим. Вот это как бы вторая концепция. Вот какой, скажем так, какой метод общения все-таки сейчас выбрать в это действительно тревожное время? Реалистическое восприятие с позитивным настроем. Так. То есть есть... Это как, знаете, если немножко, чуть-чуть позволить тебе упростить ситуацию. Ну, вы скажете, мы заболеваем гриппом в семье, хоть один из нас, правильно? То есть что мы делаем? Мы изолируем того, кто заболел гриппом. Если это возможно, да. Если это... Ну, даже в той же одной квартире, допустим, мы стараемся его так, чтобы он был в отдельной комнате, как и раньше вообще говорили, что должна быть отдельная посуда, отдельная полотенца, чтобы никто не заразился. И подальше держаться на расстоянии. Здесь, в принципе, все то же самое. Реалистичность восприятия, то есть людям нужно доносить реалистичную информацию, что, впрочем, и сделано. Что руки нужно мыть, дистанцию соблюдать, не находиться вблизи тех людей, которых мы не знаем. Правильно? Логично. Не знаем, откуда они приехали. В принципе, ничего плохого нас не учат. Даже нас научат, наконец, правильно чихать в локоть, а не в ладонь. Вот. И мы лишние раз руки тоже хуже не будут. Но серьезность вот этой ситуации нужно обязательно доносить, что это серьезная на сегодняшний день опасность, и к ней нужно относиться с уважением, как к любой серьезной опасности. Вот. То, что мы сейчас все находимся в одинаково, в очень сложной ситуации, то есть многие остались без работы, это страх оплаты счетов, страх вообще остаться без работы, неизвестность, когда все это кончится, это все замечательно. Но пенсионеры в этом случае находятся в самой лучшей положении, потому что у них регулярно гарантированно в определенное число придет пенсия. Хоть что-то, да, хоть какие-то гарантии. То есть у них есть гарантии. Вот. И тут можно только подбодрить. Но реалистичность ситуации нужно реально давать людям реальную информацию с конкретными шагами. Ну, видите, мы же народ не пуганный. Мы давно уже ничего, нам не угрожало. Поэтому у нас нет опыта такого проживания каких-то ограничений. Мы не знаем, как это. В принципе, у нас и ограничения это не столь жесткие, как в других странах. Вот это очень хорошее замечание. Вот как вы считаете, может быть, надо было бы ввести сразу вот эти жесткие ограничения, чтобы люди понимали, что чем меньше они вот контактируют с другими людьми, прежде всего незнакомыми, тем здоровее будут, условно говоря. Ну, это мы оставим на суд все-таки медиков. Медики должны были принимать решения вирусологи, эпидемиологи. А наша задача рядовых граждан это строго, по возможности, строго соблюдать инструкции. Инструкции у нас выданы достаточно корректно. На сегодняшний день из того, что мы знаем, но так как мы черпаем информацию уже из разных источников, мы смотрим, что делается во Франции, в Испании, в Италии. Конечно, мы примеряем это на себе. И вот за счет того, что мы примеряем на себя, и у нас могут возникнуть некоторые, скажем так, более жесткие опасения, чем у нас реальная картина есть. Но мне кажется, что соблюдать законы, которые сейчас нам рекомендуют Всемирная организация здравоохранения, и, скажем так, воспользоваться теми ограничениями, которые введены у нас в стране, пренебрегать не следует. Но позитивно думать, что все пройдет, пройдет и это, ничего вечного нет. Пусть это будет время на паузе. Я знаю, что трудовые коллективы, некоторые снимают флешмобы, кто-то устраивает какие-то виртуальные собрания, капустники. Поэтому все происходит. Тут все зависит от того, насколько ты готов сам себе обеспечить максимально комфортную среду пребывания в данных условиях. Да, вот это тоже очень важно. Психологам работа тяжелая. Сейчас это самое такое время, когда время наступит. Да, вот о работе психолога мы еще поговорим. Но вот сейчас тоже очень важный момент. Знаете, нет худа без добра, если так здесь это уместно. Мы знаем, что за долгое время, возможно, многие родители остались надолго со своими детьми. Потому что те, кто работает, им, ну, понятно, что времени нет. Они видят своих детей, не знаю, утром, когда их провожают в школу, и вечером хорошо еще до того, как они пошли спать. Ну, иногда, может быть, выходные, где тоже находится масса дел, и тоже не до детей. Вот сейчас такая уникальная возможность родителям побыть вместе со своими детьми. И вот с одной стороны, в первые, наверное, часы и дни это была там радость и удовольствие такого общения со своими детьми. А потом дети начали скучать, и родители уже не знают, что делать. Вот что тут можно посоветовать? Ну, во-первых, замечательно. Замечательно это, конечно, немножко так, чуть-чуть в кавычках, что родители смогут познакомиться со своими детьми. И узнать, что их реально волнует, да, а не просто как дела. Да, и посмотреть вообще, что они едят в течение дня, что они любят, о чем с ними можно поговорить, и вообще попробовать с ними поговорить. Замечательно это, конечно, когда семья начинает объединяться вокруг настольных игр, вокруг просмотра собственных фотографий, каких-то общих дел. Замечательно, когда можно пользоваться совместно какими-то удаленными занятиями, которые сейчас предоставляются в большой массе своей. И вообще, ну, с другой стороны, это даже не сложное время, потому что те родители, которые работающие, и им нужно оставлять школьников дома, вот эти проблемы, связанные с дистанционным обучением, вот я знаю, что многие родители обращаются просто как к психологу с вопросом, что у меня делать, у меня паника, мы не справляемся с учебой, учительница говорит, берите репетитора, как вообще жить, что дальше делать. Ну, во-первых, без паники. Раз такая ситуация есть, то нужно все-таки набраться терпения и попробовать освоить эти новые технологии. Да, они сейчас у нас не совсем совершенно работают, но, может быть, по-другому мы их просто не освоим. То есть, посмотрите на это опять как на ресурсы. То есть, понимаете, здесь, насколько всего, можно подойти с двух сторон, как вот в этой большой притче стакан наполовину полный или стакан наполовину пуст. То есть, ну, пусть это будет время и ресурсы. Вот безвыходное время, что ли, я должен освоить эту программу. Вот я сама тоже для себя осваиваю вот программу сейчас дистанционных, там, групповых работ и так далее. Ну, что поделать? Ну, значит, я говорю себе, молодец, раз я не могла это сделать раньше, значит, вот теперь обстоятельства меня посадили. Если я хочу остаться, скажем так, в обойме, я должна сидеть и осваивать. Вот многие говорят, я не знаю, какую категорию отнести к пессимистам или оптимистам или к реалистам, что вот после того, как эта пандемия схлынет, мы рассчитываем, что это как можно быстрее произойдет, то вся наша жизнь будет не такая, как прежде. Изменятся, может быть, какие-то человеческие отношения, и мы вообще, так сказать, переоценим ценности, и, может быть, поймем, что важнее, что менее важно, что можно обойтись не обязательно каждый день, там, торчая в торговых центрах, ну, к примеру, да. Ну, вот в Ухане, вот наш радиослушатель, сейчас даже нам напомнил, написал, возросло после всей этой вот драмы с коронавируса, возросло количество разводов. Ну, наверное, я думаю, там местные китайские психологи наверное сами разберутся, что за произошло. Ну, а вообще, вот это вот длительное нахождение дома, это что, проверка каких-то семейных ценностей, да, вот как вы это оцениваете? Это проверка, во-первых, себя на прочность, чем же я могу для себя, как я могу увидеть эту реальность всерьез, что я могу сам для себя реально делать. А те люди, которые называются моя семья, какую ценность я могу для них сам принести, вот своим, тем, что я рядом с ними, что я могу дать? Ведь это же прежде всего не столько взять у семьи, сколько дать семье. Вот каждый теперь взрослый должен что-то семье дать. Своё внимание, своё терпение, своё принятие друг друга всерьёз. вот, и ведь, раньше, знаете, говорили, что вместе съездить в отпуск, это как проверка на прочность. Точно. Теперь вместе прожить вот эти карантинные дни, это тоже будет проверка на прочность. Если будут разводы, да, такое возможно, потому что, может быть, люди поймут, что у них вообще разные ценности, они уже жили просто по какой-то системе. По накатанной, да, пришёл, там в магазин сходил, на работу, деньги принёс, и, в принципе, уже ничего их вместе не связывает, кроме, не знаю, какое-то хозяйство, домашние дела. Ну, так и есть, мы же перестали между собой разговаривать не потому, что мы не хотим, а потому, что у нас, может быть, на это уже не хватало ресурса как такового. Вот, а теперь уже мы должны посмотреть, есть ли у нас что-то общее, что нас связывает, какие-то общие интересы, и вообще, мы готовы дальше продолжать двигаться, вот именно и в плане, как мы вместе, или мы просто функционируем, или мы просто живём вместе. То есть, здесь такие затрагиваются тонкие моменты, а то, что переоценка общества произойдёт из тонусей, ну да, сначала мы выбежим себе на улицу, побежим в магазин что-то себе купить, потому что все соскучатся по покупкам, сейчас никто ничего не покупает ввиду того, кроме, конечно, телевизоров и наушников. Да, это правда. Кто-то ещё холодильник второй или третий, не знаю уже зачем, да. Да, ну это совсем уже оптимисты, знаете, как бы помидор. Вот, но тем не менее, мы соскучимся по покупкам, мы побежим в магазин, сначала будет бум торговли, товарооборота, потом мы, может быть, очухаемся и поймём, что кроме этого у нас появились другие интересы, вот, но сейчас это время такое, знаете, сюрреализма, когда там были фильмы про будущее, когда люди ходили на расстоянии друг от друга, не прикасались друг к другу, потому что это было негидемично, если помните такие вот фильмы. Были, да. Помните, спали на таких подушках такой-то жёсткой формы, которая сейчас продаётся как модная подушка под шею, в принципе, вся эта реальность пришла в жизнь сегодня. Вот, интересно, когда ты наблюдаешь на эти видеокадры, как люди, ну, к счастью, у нас просто покупали ещё без драк туалетную бумагу, как в отдельных странах люди там вырывают эти рулоны туалетной бумаги друг у друга, ну, в магазинах, в супермаркетах, в отдельных странах, и тут уже понимаешь, что, наверное, всё-таки попросить объяснить это явление нужно не столько психолога, сколько психиатра, но, тем не менее, что это такое? Это какое-то коллективное, бессознательное? Что это? Толпа. Это толпа. Инстинкт толпы, да? Инстинкт толпы, причём неплохоуправляемой толпы, и следующее, это то, что, почему туалетная бумага, понимаете? Ведь, смотрите, для чего она предназначена? Для того, чтобы комфортно сделать свои естественные потребности и потом остаться в удобном для себя положении, да? Раньше была газета, можно было воспользоваться, а теперь нечем заменить. По большому счёту, кроме туалетной бумаги, ничем воспользоваться нельзя. В принципе, это один из таких вот знаковых предметов комфорта. И люди боятся, что они без этого важного предмета останутся просто, да? Такой психоз массовый. Да, то есть, как же я буду без неё жить? Согласитесь? Ведь её заменить нечем. Да, у нас есть туалетная бумага и максимум это бумажные полотенца. Ну, в принципе, Полотенца, как правило, в доме находятся в меньшем количестве и у нас, если чего-то нет, то мы идём именно за туалетной бумагой точно мы пойдём. Может быть, мы за кофем не пойдём, но за туалетной бумагой мы всегда пойдём в магазин. Ни в коем случае не хотелось бы вас всё-таки на какую-то политическую стезю толкать, но вот многие считают так, что вот это сейчас чрезвычайная ситуация, вообще, ну, это может быть такая банальная мысль, но тем не менее, что когда случается какая-то большая беда, а она сейчас несомненно случилась, то люди каким-то образом всё-таки начинают сплачиваться, ну, даже находясь в удалённом доступе, и второе, они начинают понимать, что вот эти все, там, не знаю, политические игры, вот эти все дрязги, это всё на основе, и всё это вообще теряется, вот когда происходит что-то такое глобальное. Абсолютно правильно, и теперь будет зависеть насколько, скажем так, те, кто управляют страной, находятся у власти, смогут повернуться к своим гражданам лицом, всячески помочь, не разъяснить, почему они не могут этого делать, а всячески предоставить все возможнейшие способы поддержать своих граждан. Знаете, я когда получила счёт за квартиру, я смеялась, я говорю, наверное, Макрон Левиц не позвонил, не сказал, что он счета своим не выставил. Он счета не выставил, а нам выставили, поэтому самое удивительное, что в стране всё теплее и теплее, а счета всё больше и больше. Ну, вот вам вопрос, о том, что же происходит. Но мы надеемся, что всё-таки наши власти примут максимальные возможные меры и всячески будут содействовать гражданам, выйти из этой тяжёлой ситуации, потому что ситуация экономически действительно очень тяжёлая, она ударила по всем, ну, конечно, кроме производителей туалетной бумаги и дистрибьюторов гречки. Это понятно, да. И аптек. Понятно, да. И аптек, да, но тем не менее ситуация очень тяжёлая экономическая, и время покажет, как мы из этого выйдем. В чём особенность? Можно как-то всё равно настраивать себя на то, что мы сильные, и мы сейчас живём с вами в такое интересное время, сколько мы пережили всяких строев политических и экономических, сколько мы пережили денежных реформ. Мы надеемся, мы переживём и пандемию. К тому же мы относимся к тому поколению, которое может сказать, что было в прошлом веке. Мы сами живые свидетели. Не многие же посчастливилось так захватить сразу два столетия, если так можно сказать. Да, ну, в общем, по китайскому сценарию мы живём. Знаете, как китайцы говорят, когда они хотят пожелать человеку что-то не очень хорошее, говорят, что ты жил в интересное время. Ну, в принципе, мы живём в интересное время. Да. Вот что касается действительно работы психолога в этот сложный период, вы уже об этом обмолились, тем не менее, вот что сейчас какие-то действительно виртуальные коллективные уроки вы записываете, какие-то тренинги, что в чём как бы особенность, потому что, ну, я так понимаю, что ценность психолога в обычном режиме такая, что всё-таки человек с ним встречается тет-а-тет, глаза в глаза, идёт такая доверительная беседа, и тогда может человеку максимально помочь. Сейчас это всё, я так понимаю, только посредством вот экрана. В чём особенности? Вы знаете, особенность сейчас наша ушла, то, что мы работаем в удалённом режиме через WhatsApp или через Skype, по возможности мы работаем с группами, если есть такая возможность у членов группы, то мы работаем и с группами, продолжается и групповая терапия, и тренинговая терапия, так что, в принципе, но появляются новые клиенты, и новые клиенты говорят, приедьте ко мне, пожалуйста, или я к вам приеду, и приходится объяснять человеку, что мы с вами встретимся через Viber, WhatsApp или Skype, и работа продолжается теперь в удалённом режиме для того, чтобы всё-таки соблюдать выкидки правила, и особенно, если человек возрастной, ни в коем случае не подвергать его риску и общению, прямому общению. То есть сейчас наша особенность в том, что мы начинаем работать ещё больше через видео-порталы, всё, что через видео. Может быть, я не прав, но мне кажется, что вот пенсионерам, вот вы уже тоже об этом говорили, конечно, хорошо, что у них есть вот эти социальные гарантии, хоть небольшая, но гарантированная пенсия, ежемесячная в определённое число, но, наверное, было бы неплохо, чтобы государство подумало, я понимаю, что это высший пилотаж, но тем не менее, чтобы государство подумало о какой-то психологической поддержке сеньоров, о чём вы говорили в самом начале нашей беседы, чтобы действительно пожилые люди, во-первых, не паниковали, во-вторых, чувствовали и знали, что о них позаботятся, понятно, что родные, но и даже государство их не бросит, не просто будет пугать, сидите дома, а то хуже будет, а то вы все умрёте, но и будет каким-то образом пытаться вот это психологическое состояние их улучшить. Это было бы замечательно, если бы в доступе было, и обязательно с гарантией оплаты, если бы государство могло оплатить именно психологов для группы риска, это было бы здорово. Абик, вы, как всегда, замечательная инициатива, я поддерживаю. Я поддерживаю, я думаю, если вы пойдёте на выборы с этой инициативой, мы все за вас проголосуем. Нет, я пока не собираюсь, спасибо большое. Я всегда говорю, что я пока ударил коленку всё-таки, а не голову. Вот, может быть, такой последний вопрос. Видите, мы с вами уже шутим, это же хорошо. Это, да, это, конечно, замечательно. А может быть, такой последний вопрос, как достучаться до людей, ну, это тоже вопрос нам часто задают радиослушатели, как достучаться до людей, которые, может быть, настолько оптимисты, что вот иногда этот оптимизм уже подавляет чувство реальности, и люди действительно начинают там говорить в социальных сетях, это всё ерунда, это там заговор, там, там, что-то, кто-то хочет там получить, извлечь какую-то экономическую выгоду, ну, есть такие вот конспирологические теории, и наплюйте на всё это, ничего страшного. Вот, как достучаться до этих людей? Есть такие, они даже сейчас умудряются ходить на совместные какие-то организовывать себе мероприятия, в них участвовать. то есть всё-таки они ищут приключения? Ищут приключения, пока реальность не даст им по голове, или не стукнет сильно-сильно. То есть здесь даже психолог ничего сделать не может в этой ситуации? Или к самоуважению. Тогда обращаться нужно к самоуважению. Если ты сам себя уважаешь, то тебе нужно принимать эту действительность всерьёз, и какой бы ты ни был оптимист, то уважай, пожалуйста, то, что будет обезопасить тебя и другого через принятие реальности. Но уж если человек совсем, то ну хорошо, вперёд, пусть ищет. Но самое интересное, что сейчас он подвергает риску не только себя, но и тех людей, которых он вовлекает в свою коллективную деятельность. То есть думать. Сейчас время думать. Думать, анализировать и заботиться о себе. Это как те законы, которые пишутся на всех средствах спасения. Сначала оденьте маску себе. И заметьте, как сейчас редко изменилось восприятие некоторых слов и понятий. Вот если я вам сейчас назову несколько слов ассоциативно, представьте, что вы представляете тут же, ассоциация у вас возникает. Корона, маска, и так далее. То есть первое, что восприятие это то, что мы слышим вирус, безопасность. Кто подумал о маске, как о маске на маскарад? Конечно. Так что вот так выглядит наша реальность и информация. Ну, я так понимаю, что вот такая, скажем, психологическая обработка из таком от населения не заменяет в экстренных случаях какие-то радикальные меры, я имею в виду и административную уголовную ответственность для таких злостных нарушителей карантина. Но, видимо, по-другому нельзя. Бывает и так. Да, да, ну что поделать. Если человек не понимает, не может прочитать инструкцию и готов подвергать риску не только свою жизнь, но и другого, ну, значит, пусть будут репрессивные меры, которые некоторые люди только так и воспринимают в действительности. Если не написано же, не лезь, убьешь. Но кто-то все равно залезет. Кто-то обязательно. Такой последний вопрос. Мы знаем, что до кризиса, сейчас можно поделить вот нашу жизнь, до кризиса, до пандемии, после пандемии, до пандемии. Мы помним, вы об этом рассказывали и дискутировали мы в эфире по поводу закона о психологах, где были введены определенные новшества. Как это вообще повлияло? Вот сейчас уже, наверное, какие-то первые выводы можно сделать. Ой, мы сейчас все стали сертифицированы. Те, кто прошел сертификацию, стали точнее. Теперь вы прямо сертификатом. Вот у меня даже их раз, два, три, четыре и еще пятый. Вот сертификат. Вы прямо на стенке можете повесить. Я их повесила, у меня стена плача, я ее называю, который нужно будет обновить в 26-м году. Этот закон говорит о том, что если вы хотите найти психологов, есть в государственном регистре, регистр психологов, где вы можете найти точно проверенного государственно сертифицированного психолога и обратиться к нему. причем мы делимся там на различные группы. Это клинические, школьные, социальные, не социальные, а консультативные называются. И вы можете найти фамилию психолога и проверить, точно прошел сертификацию или не точно. В нашей стране те, кто все соответствуют всем критериям, требованиям и нормам, мы все уже в регистре. Ну что ж, это замечательно, теперь можно проверить, все гарантированно. Алена Якоб у нас была в студии, даже я хотел сказать в студии, такая оговорка, на самом деле вот на прямой телефонной связи, теперь полностью сертифицированный психолог. Спасибо большое. Ой, спасибо, спасибо, спасибо.